Всем привет! С вами я, Вероника Яшина, и сегодня мы расскажем все самое важное про кружки и секции. Первыми побываем в обновленном Ульяновском зоопарке и посмотрим, как к школе готовятся дети из других стран. И это еще не все. Готовы? Тогда погнали! Если школу и предметы в ней нам выбирать не приходится, то кружки и секции – это часто то место, где мы находим любимое дело. Топ самых важных вопросов про внешкольные занятия в нашем следующем сюжете. На носу учебный год, и пришло время записываться в кружки. Очень часто при выборе внеурочной деятельности возникают вопросы. Сегодня мы ответим на топ-5 самых часто задаваемых. Как выбрать себе кружок или секцию? Как понять, что мне подходит? Здесь все просто. Чем ты любишь заниматься в свободное время? Петь, танцевать, вышивать крестиком, а может быть гонять в футбол с друзьями? Это первая подсказка. В кружок ты будешь ходить в свое свободное время. Вот выбирай то, чему хочешь ее посвятить. Второй шаг – обязательно обсуди свой выбор с родителями. Они выскажут свое мнение, и вместе вы выберете тот вариант, который будет устраивать обе стороны. Дальше все-таки нужно прийти в организацию, познакомиться, наверное, с преподавателем, попробовать сходить на какие-то там пробные занятия, на пробные интенсивы. А какие вообще бывают кружки, школы и занятия? Кружков, секций, курсов действительно очень много. И сориентироваться у них бывает непросто. Хорошо, что у нас есть навигатор дополнительного образования. Открываешь нужное направление, и вуаля, перед тобой все возможности. Чем отличаются друг от друга различные школы, дворцы творчества, секции? Здесь все еще проще. Есть обычные кружки, секции, курсы, которые за несколько месяцев научат тебя любимому делу. А есть специальные школы искусств, школы олимпийского резерва. Там обучение уже серьезное, школа есть школа, и программа рассчитана на несколько лет. Несколько раз в неделю, по несколько часов вы осваиваете выбранное направление с нескольких сторон. При выходе из нее вы получаете документ, который остается с вами на всю жизнь, и его можно использовать при поступлении по профилю. Можно ли записаться на кружок без родителей? Да, родители вам нужны. Выбирать кружок вы будете вместе, а вот записывать вас будут уже они. Во-первых, обязательно нужно подать либо заявку на госуслугах, и там это только родители могут сделать правильно, и там есть прямо выплывающее окно записаться на дополнительную программу. Либо можно подать заявку через навигатор дополнительного образования Ульянской области, то есть ДОПОБР-73. Кстати, с 14 лет вы сможете сами записываться в навигаторе, но подавать документы должны родители. Это же простой вопрос. Во-первых, вы получаете новые знания и умения, а во-вторых... Возможность достижения высоких результатов, потому что очень много детей, которые победители и призеры и всероссийских, и международных конкурсов. То есть мы их направляем в различные всероссийские конкурсы федерального уровня, в профильные смены, в лагеря, такие как Артек. Итак, вы знаете, что делать. Выбирайте курок, записывайтесь в него и становитесь правы в любимом деле. Я люблю животных. Всех, диких, домашних. А вы? Если да, то у меня для вас есть хорошая новость. Ульяновский зоопарк стал в два раза больше. Это новая территория зоопарка. Здесь находятся дикие животные, но она для посещения временно закрыта. И мы, и нам, как разведчикам, все-таки разрешили войти. И мы вам все расскажем. Ну, заходим на новую территорию. Енотик! Енотик! Енот! Какой он красивый! А как ее зовут? Феля. Фелиция, полное имя. Мне страшно. Максимально активное животное. Делает всяческие вот эти выкрутасы свои. Но любит маму. А как векуни переносят жару? У них же вроде такой большой мех. Ну, да, мех у них, во-первых, большой и очень дорогой. Стоимость шерсти доходит до 4 тысячи долларов, если не ошибаюсь. Ну, могу ошибаться, от качества там зависит, наверное, цена. А так-то они с Южной Америки, то есть там тоже жарко. Она на меня смотрит очень странно. Она на нас с тобой двоим смотрит. Ну, интересно просто. Интересно, она рассматривает. Он ведь? А он агрессивный? Нет. Ну, это... Лучше не совать пальцы. Сейчас ему готовится вольер, и, в принципе, через неделю мы его, наверное, заведем уже в основной вольер и откроем эту территорию для просмотра жителями. Вот эта часть, которая новая, она закрытая? Пока эта зона для посещения посетителей закрыта, потому что мы проводим адаптацию животных, готовим здесь мощение, дорожки для людей. А на ближайшее время, то есть буквально неделю, может быть, максимум две, мы ее откроем для посетителей всех. А на данный момент сколько животных проживает в зоопарке? Если по видам, это более 125 видов у нас, если по количеству голов, начиная от насекомых и заканчивая копытными хищниками, то это где-то более 7-8 тысяч. Зоопарк Зоопарк У которого оценка 10 звезд из 10 Август, последний месяц лета. Все готовятся к новому учебному году. А готовятся ли ребята из других стран? Сейчас узнаем. Привет! У нас школа! У нас нет каникулы. Наши каникулы начинаются 24 сентября. Учебный год всегда приходится на 2 понедельник сентября. В этом году 1 сентября для нас 12. Заранее к школе не готовимся, только если учителя не присылают свой список с необходимым. Все школьные и письменные принадлежности нам выдают в школе. А школьную форму мы покупаем в специальном магазине по необходимости. В Японии учебный год начинается в апреле, поэтому к 1 сентября у нас уже есть книзки, тетрадки. К 1 сентября я делаю только домашние задания, которые нам задали на летние каникулы. Я пойду в первый класс, и поэтому я хожу в разные лагеря. Например, в научные, там, где мы делаем всякие взрывы и играем на компьютере и с друзьями. А еще я в французскую школу пойду, и поэтому я усиленно учу французский. У нас школа не начинается 1 сентября, она начинается 6 сентября. Она всегда меняется. И еще у нас всегда другие люди в классе. Пока! Есть те, кто не любят мемы? Ну вы даете! Вы просто не видели самые смешные! Специально для вас наша подборка! Субтитры создавал DimaTorzok Старый добрый кинотеатр! Какие фильмы можно посмотреть в август? Ведь, кажется, все уже посмотрели. А вот и нет. Сейчас обо всем расскажем. До конца лета осталось совсем ничего. Предлагаю провести это время за просмотром интересных и захватывающих фильмов и мультиков. Тем более, что в кинотеатрах в этом августе нас ждет много новинок. Уже сегодня в кинотеатрах «Русалка и дочь короля» фильм в жанре фэнтези про девушку с характером. Она внезапно узнала, что ее отец король, и теперь она должна выбрать между его бессмертием и свободой лучшего друга. Какое решение она примет, смотрите в кинотеатре. Любителей спорта в кино ждет история успеха легендарного футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Неизвестные документальные видеозаписи и уникальные интервью отправят вас в самое сердце мирового футбола. Не пропустите! Вас выбрали как одних из лучших в своих дисциплинах. И вам предстоит отгадать древнюю загадку. Держитесь друг за друга, и тогда у вас будет шанс найти истину. Слушайте, а вам не показалось, что дядька, ну, какой-то чудной? Вот так вот, приезжаешь отдохнуть в лагерь, от тебя требуется ни много ни мало найти истину. И, конечно, на пути героев будет множество испытаний. Каких? Об этом вы узнаете, если всей семьей отправитесь на фильм «Легенда Орленка». Надеюсь, вы не забыли, что все премьеры кино у нас проходят по четвергам. Так вот, в ближайший четверг, 18 августа, ждите сразу два новых мультфильма. Первый из них – ИК. Если вам знакомы древнегреческие мифы, то вы знаете, что именно этот мальчик первым сумел подняться в небо на самодельных крыльях. А вот зачем он это сделал и чем закончилась эта история, вы узнаете в кинотеатре. Еще один мультфильм для всей семьи «Мия и я», «Волшебная страна», «Единороги», «Мальчик-рыба» и «Злобная волшебница-жаба» – все это в захватывающих приключениях школьницы по имени Мия. Ну и последними премьерами этого лета станут мультики «Барбоскин и Тим». Его герои вам, конечно же, знакомы. И гости из космоса. Как всегда, веселые приключения, смешные и нелепые ситуации, крепкая дружба и неминуемый хэппи-энд. Смотрите с 25 августа. А тем, кто уже перерос в «Барбоскинах», возможно, стоит сходить на норвежскую комедию «Все ненавидят Йохана». Главный герой пытается влюбить в себя девушку, зарабатывает себе кучу проблем, решает их с переменным успехом. Но его все равно все ненавидят. Или не все. Узнаем в кинотеатре. Обратите внимание, этот фильм 16+, а значит, смотреть его можно только с родителями. До осени осталось всего две недели. Друзья, проведите это время весело и ярко. Отличного вам настроения и хорошего отдыха. Ну и на этом мы заканчиваем. С вами была я, Вероника Яшина, и всем пока-пока. Увидимся, как всегда, через две недели. Друзья, проведите это время весело и не забываемо. Все, отлично. Я не могу это видеть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»